привет мальчики девочки дамы и господа наша парфюмерная дружина машу рукой а сердце замирает и ничего поделать не могу снова распаковочка от aroma бутик снова как мне кажется я урвал по дешевки редкий очень аромат и прям не знаю что там в коробке что же мне прислали по хорошей такой цене и как всегда единственный экземпляр был как только я купил его он исчез вообще с радаров там история была такая что данный парфюм он появился мелькал но за очень такую немаленькую сумму меня прям подмывало купить но что-то я разносил папу и что-то мне как-то не зашел хотя я я всегда очень лояльно относился к классическому one million такой думаю блин за адские деньги покупать фланкер который тоже может там не не зайти короче не стал потом снова блеснул блеснул ненадолго и кот гагарин здесь с вами он потому что хочет кушать и он поэтому вот будет выпрашивать да да гусь да вот такой вот он огромный видите вот тут типа он за птичками смотрит на самом деле ждет уши на вострив когда же я его я тебе давал лакомство недавно сливочные какие-то колбаски я купил специальный для кошек такая вот длинная значит он ее грызет не знает к ней как подступиться там я буквально ушел руки помыть возвращаюсь нет колбаски куда исчезла и кот облизывается короче говоря не стал я его покупать данный парфюм и тут вдруг он появляется по совершенно прекрасной цене я понимаю что или сейчас или никогда вот есть такие моменты ой пахнет уже из посылки пахнет вот чем-то ван миле но подобным посмотрите пленочка здесь даже немножко не до конца и после моего опыта с буадах жан я уже всего опять ожидает только я при подуспокоился с арома бутиком но вот видите сюрприз такой был нехилый с предыдущим парфюм с диоровским короче в общем пакетик фирменный фактурка которую я сразу убираю это виситочку они высылают вот оно все купил я два ой божечки божечки сейчас у меня все опять когда вот много всего она начинает сыпаться пробники снова у меня аква диджо про фонда хорошее предложение было почему нет снова значит у меня абсолю аква диджо у меня их нет в полных флаконах даже если вы и были но я по-моему заказывал два пробника но прислали один что ли и короче еще купил опять два крида два крида пюр вайт колонь причем посмотрите вот видите у меня висит вот пюр вайт колонь в таком дизайне один пробник из двух это я за собственные деньги купил ну в смысле это не бесплатные пробники были вот такой вот и кстати они в пакетиках вот у меня раньше все были теперь без пакетиков вроде полный посмотрите дизайн да вот этот такой же как и предыдущий а этот вот такой но тем не менее написано пюр вайт колон неужели а это видимо у них такие были ну просто дизайн сменился значит это стародел короче я вам рекомендовал что в пробниках чуть ли не дешевле получается покупать они же фирменные они не испаряются на арома бутики именно чуть ли не дешевле покупать чем вот в этих 75 миллилитров очках учитывая ценники адски может быть и и не нужно в полных флаконах покупать хотя конечно подмывает но блин стоимость и вот скидка была очередная что-то по 550 что ли рублей я купил эти двухмиллилитровый ребят для это гуаяль эксклюзив линейка кридовская и это недорого 500 чем-то рублей за двухмиллилитровый пробник и что вы думаете только я купил я эти успел нахапать только я купил и ценник 1000 рублей просто стал нужно слушать что пашка говорит если я говорю что выгодно прям то нужно бежать и хватать но даже 1000 рублей за 2 миллилитра для знакомства минус кстати арома бутик все скидочки выгодные самые 9 процентов у вас должна итоговая получиться все в описании найдете идите и покупайте если за тысячу купить плюс вот это минус вернее моя скидка будет 900 рублей сейчас а вот сейчас они идут по скидке 10 процентов уже 900 рублей а с моей скидкой будет 800 за двухмиллилитровый и аромат кстати очень прикольный ну вот видите кто-то не успел а может может после моего ролика все стали сметать и они цену повысили не знаю короче вот он аромат тот самый зачем я его купил вообще у меня нет же ни одного ван миллиона полноразмерном флаконе зачем я его купил это я читаю тут в таком настороженном состоянии он ли он ли абсолютно голд он короче нет у меня ни одного полноразмерного флакона но это тоже давняя хотелка лет 10 уже я хочу года с 2013 опять же sleeping beauty чисто ну как сказать ну как фетиш что ли потому что это в своем роде уникальный аромат во первых он был очень в лимитированной дистрибьюции напишите мне кто знает вот был он в те времена в десятые годы был ли он в продаже в россии мне кажется что не был я его где его встречал на сайте знаменитом фрагрансикс ну теперь сложно оттуда заказать в связи со всем известными событиями вот он там был стоил что-то 3000 что ли но это было вот в тринадцатом году с курсом доллара 30 рублей ну 100 баксов не так уж прям дешево но что-то я вот его не купил а теперь а теперь вот так смотрим на слюду вроде как не распечатывали ребят не знаю может вам видней будет вроде целенькая надо же даже коробка не помятая обычно и причем не было указано даже скидки официальные как вот они минус 30 они любят делать и то же самое dior boa дахжан тоже не было официальной скидки просто он вдруг внезапно на 10 тысяч стал дешевле и этот на 10 тыс стал дешевле представляете вы спросите сколько же он стоил ну ну не важно уже уже не важно прям слюда вот честно выглядит нетронутой я уже всего ожидаю хотя знаете арома gutic они очень очень честные ребята я вам хочу сказать и даже если что-то там было бы если что-то будет не то прекрасно звонишь даже в воскресенье вот я звонил по поводу dior а мне сказали что менеджер перезвонит в рабочий день и менеджер перезвонил и совершенно без вопросов говорит идите в боксбери оформляйте обратную доставку нам возврат флакона и отправка за наш счет вам чего даже платить не надо то есть нет такой схемы что заплатить сначала за отправку а потом вам когда-то ее возместят просто с самого начала самого начала все бесплатно все быстро короче вот так и а и второй аромат у меня же здесь очень интересный фасанабль хоть у меня и классический пуром немножко тошноту вызвал но потом я его разнюхал все-таки нормальный он и это ну это не фланкер это страйп просто его хвалят вы знаете рейтинг больше четверки и он на арома бутики стоит сейчас то ли 1790 то ли 1690 отнимаете сразу мой промокод вот это вот все в описании 9 процентов круче ну чуть больше полутора тысяч за 100 миллилитров это будет учитывая то что на ebay он от 100 долларов такой флакон очень хвалят говорят что звезд с неба не хватает но очень добротный такой свежачок мне интересно блин ну цена вопроса полторашка надо заказать и будет обзор обязательно следующих роликах а теперь возвращаемся к вот этот вот шикарный кстати посмотрите под пленочкой прямо видите соринка как она туда попала непонятно и что здесь написано one million приносит удовольствие ультимативный the ultimate фэнтези ультимативной фантазии да уникальная концентрация это пюр парфюм пюр парфюм эдиси он короче чистый парфюм понимаете то есть это был в 2012 году он выпущен парфюмеры там где-то даже штуки три их указано оливье гильотин по моему оливье пешье и какой-то там еще где-то указан один парфюмер поэтому не знаю как и с нотами тоже путаница поэтому примерно вам так скажу короче это на него была серьезная ставка как уникальнейший one million вот 2012 год и долго он не продержался его сняли буквально там в пятнадцатом или семнадцатом году сейчас конечно они уже стали выпустили one million парфюм one million эликсир да глядя на dior savage эликсир но это уже не то это уже штамповка фланкеров просто рандомно придумывают название и и все такое в те времена в 2012 году пюр парфюм выпустить ребята действительно они что-то эдакое планировали ну ну то есть по их задумке это нечто невероятное вот поэтому мне еще интересно было и приобрести в коллекцию его вот такой прекрасный флакон красоту золотой со всех сторон не знаю как оригинал оригинал примерно наверно в такой же коробочке да с примерно таким ложементом очень тяжелая вот эта верхняя часть очень или оригиналом просто в открывающейся коробочке не знаю я не держал даже в руках оригинал именно вот упаковку а ну я не дочитал же вам все перескакиваю я простите значит пюр парфюм вот я остановился дальше аромат теперь даже более эксессив ну эксессив как переводится эксессив эксессив с золотым слоем который скрыт внутри знаменитого флакона ну короче как то так я много отзывов читал на тему данного парфюма и большинство сходится в том что это ну ребят его походу не открывали видите даже вот ну не отпечатков ничего он прям скрипит под руками то есть можно можно урвать народ на рома бутики не раз и не два и не три у меня было совершенно ну короче 17 еще он стоил я за всем его урвал скажите для ван миллиона это огромные деньги на ребят это эксклюзив это реальный эксклюзив о у которого нишевая дистрибьюция была самого начала который быстро сняли и чистый парфюм у него концентрации все вот это что я уже перечислил это относит его к рангу очень особенных ароматов с одной стороны заезженный ван миллион а с другой стороны такой да не такой его называют короче цветочным ван миллионом это интересно то есть обогащен цветочными нотами поэтому возможен даже девочка можно будет его использовать сейчас я вам скажу насколько но по крайней мере интерес проявить к нему кто вам мешает и и говорят конечно стойкость шлейф все это не смываемая абсолютно до оригинальный ван миллион я знаю особенно ну первые выпуски 2007 год по моему он да год создания папа он тоже очень стойкий шлейфовый был но здесь вот нечто ну говорят чуть менее шлейфовый чем папа кстати но стойкость невероятны просто просто ну какие-то легенды слагают на фрагрантики о нем и давайте уже нанесу нажму на эту кнопочку заветную холостой пшик вы слышали холостой кнопочка немножко заедает кстати пластик пластик в пластике я не знаю могли ли они сделать лучше пшикнула не сильно узнаю тут же днк ван миллиона мой ну очень с одной стороны и днк узнаю и такой весь дурманищий а с другой настолько густо как-то богато это все замешано может даже для арабского рынка он ну то есть у них в уме арабский рынок может был я не знаю ну чтобы и цветочки до чувствуются ну что здесь мандарин конечно корица конечно кожа цветы магнолия и ланг и ланг жасмин по моему что такое деревяшки там всякая кедровость прочее очень сладострастно пахнет густо прям вот настолько интересно кстати какого года он по батчу вот вам батч не разбираюсь в них вот он возможно что и 2012 он и есть года выпуска но это конечно как это да да one million плюс цветы девчонки вам бы точно я думаю кому-то бы дозашел с одной стороны вот какая-то есть есть какой-то мужской код в оригинальном аромате one million у папы несмотря на то что тоже сладенький такой вот вот все за сладость one million не взлюбили хотя сколько тех ароматов сладких мужских вышло с тех пор но здесь цветы к этому добавлены белые цветы бело цветочность и знаете надо на себя наверно нанести хотя вообще не время не сезон потому что в квартире находиться невозможно жара неимоверная я уже батарею перекрыл вот здесь вот значит не особо помогает уже окна открыты ничего не говорите кондиционер не советуйте не хочу его как захочу так куплю густота невероятно это это тоже явно не тот аромат который нужно с пятна вдыхать он не он не противный просто слишком большая концентрация вот тут просто вдыхаешь как будто какой-то прям ну квинтэссенцию как будто масло тебе в блюдечко налили парфюмерное парфюмерные масла смесью ты вдыхаешь невероятно прям мощный кто вот любит мощь мощную ну ладно чё чё наношу чего ради искусства не сделаешь дарить ребят буквально пальцем рукой задел и все уже эти отпечатки конечно же но это какая-то да это какая-то зимняя история прямо сейчас ну на грани ой вот так вот хорошо руками хотя бы хотя бы вот спирт пока выветривается и это прохлада и это прохлада веер такой из рук я думаю да это для для морозов нечто меня абсолютно звучание разочаровывает я примерно такого и ожидал что это будет one million но такой вот прям прям вот-вот как будто вот почти масло понимаете по ощущениям парфюмированная парфюмерная концентрированная с цветочками кто-то говорит что лучшая версия one million да возможно почему сняли ну а почему изначально дистрибьюция была такая лимитированная возможно кстати абсолютно не исключаю момента что они использовали очень дорогие ингредиенты ну они вот то есть хотели какой-то элитный one million сделать но может продажи не пошли так как им хотелось бы а то знаете диого монтанс тоже делали изначально лимитку они вообще не понимали как как насколько он популярен будет но выяснилось что все его хотят все его расхватывают и поэтому сделали регулярной версии а здесь ну что-то что-то не сложилось возможно каннибализм каннибализм вот этот внутри линеечный понимаете да возможно все равно папу хватали потому что папа это мега бестселлер как ни крути и папу хватали намного больше а зачем зачем рыбий зонтик да зачем собаки пятая нога зачем вот этот вот как-то прицеп вот этот тащить продолжать выпускать тратить возможно не самые маленькие деньги то есть себестоимость возможно была не маленькая почему-то у меня такое ощущение уж так замахнуться в 2012 году на пюр перфюм да еще в ста миллилитрах знаете в общем неисповедимы эти все маркетинговые пути вот что я вам скажу прямо расходится лучше становится лучше я думаю знаете вот в холодное время года и в шлейфе в шлейфе и особенно то на свежем воздухе где-то большом помещении опять же клуб пати будет просто на ура ну вы скажете можно вам миллион обычно купить ну ребят ну нет пюр перфюм пюр перфюм пюр перфюм вот это вот ммм приятный приятный просто 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 мега такой вот ух давно такого не пробовал короче схожу полчасика я погуляю потом я к вам обязательно вернусь да гагарин ммм видите кто он хочет есть он очень разговорчиво он на любой вопрос будет отвечать тебе нравится ван миллион гагарин аромат нравится к гусь скажи а вот и не отвечу мяу отвечу мяу Поел, а до мозга еще сигналы от желудка не дошли. И он мявкает на всякий случай, думает, вдруг я ему еще что-нибудь дам. Ребята, очень сладкий. Сладость найдичайшая из диковейших. Хотя я бы не сказал, что он сколь-нибудь слаще папы своего. Просто сладкий. Если вы любите, ну то есть наоборот, терпеть не можете попослепательные ароматы какие-то, проходите мимо, это не для вас. Но нужно понимать, что сладость, она, это не всегда плохо. Всего лишь нужно знать время и место, чтобы носить тот или иной аромат. У меня их много, поэтому могу выбирать. Собственно, почему и нет. Цитрусы, цветы, кожа, деревяшки, специи. Вот корица, что-то такое кондитерское. Хотя, вы знаете, если сравнивать, допустим, Армани, Армани Коуд мужской, Профума, примерно такой же уровень сладости есть, чтобы вам для референса. Тот продается в магазинах, если нравится он вам, то, возможно, понравится и One Million. Не жалею совершенно, что купил. Хотел я все-таки в том или ином виде One Million. Я думаю, покуда ДНК здесь явно слышится папина, я думаю, что, ну, может мне и достаточно будет иметь вот данный флакон в коллекции, чтобы нечто, какие-то One Million-овские вайбы на себе ощутить. В шлейфе, кстати, он поспокойней. Сладость уже не так выражена, но, тем не менее, повторюсь, для холодного времени года и, повторюсь, что сладость, она в ароматах уместна для меня лично, да и для многих, в отличие от свербящей едкой кислинки, например, избыточной. Та раздражает. Поэтому, я думаю, что в некие прохладные зимние вечера, или, может, даже весенние, очень-очень-очень замечательно будет. И на тусовках, конечно, девочки, девочки любят сладкое. Вот. И на тусовках все любят, когда от тебя сладко пахнет. Это хочется, ну, как-то на... Ну, это мое мнение. На каком-то инстинктивном уровне хочется вот ближе прильнуть, прижаться, вдохнуть. Вот эти вот... Очень чувственный такой, дико густой, как я уже, опять же, говорил. И мне кажется, все-таки, это улучшенная такая версия оригинального One Million. И мне кажется, что они действительно постарались, чтобы сделать нечто экстраординар. Просто, ну, вот, почему-то не пошло. Ну, много у нас таких ароматов есть, да, которые мы считаем замечательными, а их почему-то поснимали. А сейчас, опять же, вот эти версии все. Парфюм, эликсир. Это уже выжимание бабок. То же самое вот Армания, эти пробнички, да, я показываю. Абсолют, Профонда, Профонда Лайтс. И, значит, и был вот уже Эссенса, Аква Диджо, да, и Профума был вроде. Нет, Оде Парфам выпустили. По-моему, выпустили даже Парфам. То есть, вроде Профума был, а нет, нет, Профума был кот. Ну, короче. Короче, это уже видно, что прям пытаются штамповать деньги. Понятно, что любой производитель всегда ориентируется на какую-то прибыль потенциальную. Но одно дело, когда действительно стараются сделать нечто вот такое, выдающееся. Из-за этого заряжают ценника. Другое дело, когда жажда наживы впереди бежит. И лишь бы выпустить новый фланкер. Уже не знают, как его назвать. Уже и так было, и сяк было. Придумают все равно. Следующий выпустят там Аква Диджо, Экстра Блэк какой-нибудь. И One Million, и те же самые. Потому что дойная корова, оригинальный One Million, папочка. Но продажи, видимо, уже не такие хорошие, как были в первые годы. И нужно доить, доить эту корову до последнего издыхания, что называется. Поэтому не разочарован абсолютно. Да, это люкс. Да, это вот что-то такое. Я не скажу, что нишевое звучание, потому что очень, очень ДНК папы чувствуется. А папа, ну, именно как люкс, задал тренды в свое время. Но я и не ждал ничего такого, такого, такого вот. Я ждал, что все равно папа будет узнаваться. И все замечательно. Я рад, что в порядке флакон, что никаких казусов, что все, все в лучшем виде. Ни одной вмятинки и так далее. Поэтому все удачи. Ребятки, подписываемся в наше телеграм-сообщество. Не забываем в первом закрепленном посте. Наша теплая ламповая парф... Парф дружина, наша теплая ламповая. В виде живого чатика. Каждый может свое слово сказать. Каждый голос будет услышан. Любой вопрос найдет ответ на тему парфюмерии. И не только. И также подписываемся в парф барахолку. Там две ссылки. Парф барахолка это место, где можно очень выгодно купить и продать ароматы. Надеюсь, данный обзор был вам полезен. Оцените как-нибудь его. И до новых скорых встреч. Гагарин, попрощайся с ребятами, а, Гагусь? Вообще не реагирует. Вот что, значит наелся, понимаете? Сидит. Я зато вам его еще раз покажу. Наевшийся кот. Да. Скажи, отстань от меня. Лучше покорми еще раз. До новых скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok